Турнир 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 Олимпийский чемпион. Что бы вы могли пожелать будущим подрастающим поколениям дзюдоистов ваше, так сказать, напутствие? Больше тренироваться, слушаться родителей тренировок, учиться тренироваться, и все будет нормально. Главная культура, моральные качества, все будет хорошо. Спасибо большое, Камал. Успехов вам в вашей дальнейшей творческой деятельности на благо дзюдо. Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, Арсен. Рад вас видеть сегодня на турнире первом гран-при по дзюдо среди юношей на призы вашего хорошего друга, товарища по сборной команде России, Камала Хан Магомедова. Скажите, пожалуйста, вот ваше присутствие на этом турнире это дань уважения вашему другу? Ну, немножечко об этом. Вот все-таки на сегодняшнем турнире приехали не только вы, а также ваши другие друзья, олимпийские чемпионы. Это очень интересный такой формат. Я думаю, знаете, не то что интересно, это правильный формат, который должен быть у каждой команды, которые много лет плечо к плечу тренировались, добивались многих мировых вершин в этом виде спорта. Кушали вместе, жили вместе годами, да, так сказать. Конечно же, у нас очень дружный коллектив из-за нашего вида спорта, из-за того, что мы вместе попали в сборную. И, естественно, закончив спорт, как карьеру спортсмена, мы не перестали общаться и дружить. Дзюдо нас укрепило по-дружески так сильно, что мы, как видите, в любое время мы готовы приехать и поддержать нашего товарища, нашего друга во всем, если ему это необходимо и нужно. Поэтому мы сегодня здесь по возможности. Конечно же, не у всех получилось, еще много кто хотел, но мы понимаем, что есть некоторые у кого-то дела или далеко находятся, поэтому, но все-таки для такого уровня соревнований для детей, что на одних соревнованиях присутствует, например, три олимпийских чемпионов, я думаю, это больше, чем можно было ожидать. Ну и, во-вторых, я думаю, это мы, в первую очередь, мы поддерживаем, конечно, мы ради нашего друга здесь поддержать его, поддержать его начинание в этом направлении. И, конечно же, мы для того, чтобы наше молодое поколение видело нас и видело и понимало, что все реально, все возможно, мы такие же обычные люди. И такие соревнования необходимы для нашего молодого поколения часто проводить, и чтобы они чувствовали эти эмоции, чувствовали эти возможности, что надо тренироваться, надо бороться, делать какие-то выводы при том, когда проигрываешь. Я думаю, все в общем мы делаем благое дело, как и по дружбе мы показываем молодым нашим ребятам, что надо дружить и поддерживать друг друга. И, конечно же, для того, чтобы развивать наш вид спорта, чтобы в будущем у нас еще больше было чемпионов. Сегодня вы являетесь главным тренером юношеской сборной команды России под жюдо. И здесь борются, я так думаю, будущие представители вашей команды. Возможно, вы их будете скоро тренировать в юношеской сборной. Как вы вообще оцениваете уровень подготовки этих ребят молодых и девчат? Да, конечно же, в будущем я уверен, что ребята некоторые попадут. Естественно, все не смогут, но некоторые уверены, что попадут. Потому что я за сегодня увидел несколько ярких дворцов, ребят, которые на самом деле выделялись. Я думаю, что вот такие яркие ребята в будущем все-таки из-за своего таланта, если будут трудиться, конечно же, попадут в сборную и дальше больше, как говорится. Ну и хочу отметить то, что на одном таланте, во-первых, чтобы другие не обиделись или как-то меня не допоняли, что талант это одно, оно без труда, без, так сказать, тренировок никакого результата не будет. Поэтому у всех есть шансы, кто будет терпеть, тренироваться, выкладываться на все сто, те, конечно, естественно, в будущем будут результаты. Надо понимать, что это возраст еще маленький, поэтому это тренировка, такая же тренировка для будущих побед. Поэтому нужно с пониманием и тренерам отнестись к этим соревнованиям, и также участникам соревнований. Это еще одна ступень для того, что кто побеждает, стать еще сильнее, кто проигрывает, стать еще сильнее, почувствовать все эти эмоции, которые необходимы для спортсмена в будущем, чтобы быть сильнее, становиться крепче, не только физически, технически, но и морально. Спасибо большое. Ну и последний вопрос. Что бы вы пожелали будущим поколениям дзюдоистам? Здоровье главное, оптимизм, чтобы надеялись на лучшее, чтобы своих целей все-таки ставили и добивались, чтобы не раскисали и не сдавались посреди пути, так сказать. Быть уверенным в себе и знать, что путь только один, через похоту, так сказать. То есть без труда не будет ничего. Терпение и труд, только так будет результат. Поэтому я им желаю крепкого терпения, здоровья и уметь выкладываться на все 100%. Спасибо большое. Ну а от меня лично и от всех организаторов этого турнира вам тоже всего самого наилучшего и успехов на вашем творчестве и новом пути главного тренера юношеской команды. Спасибо. 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 Здравствуйте, Беслан. Рад приветствовать вас в качестве почетного гостя на первом гран-при под зюдо среди юношей на призы вашего друга, заслуженного мастера спорта Камала Хан Магомедова. Скажите, пожалуйста, вы сразу откликнулись на призыв вашего друга по команде приехать на этот турнир? Потому что сразу увидеть трех олимпийских чемпионов на одном турнире – это уже как бы рекорд мировой. Ну, конечно, когда он мне позвонил, сказал, что будет проводиться турнир в честь него. Да, я, конечно, даже не думал, что я не приеду сюда. Да, да, я сразу сказал, что я, конечно, приеду, что я… Так скажем, вариантов нет, да, чтобы я пропустил этот турнир. Вдруг там какие-то серьезные обстоятельства, если не случится. Потому что, ну, мы… Камала-то я знаю не один год, да, не два года. Мы очень много лет вместе в сборной проводили. И вместе, можно сказать, там, не знаю, жили, да, у нас больше времени мы вместе проводили, чем с нашими семьями. И поэтому мы не то, что как близкие друзья, да, мы как близкие родственники общаемся. И поэтому я считаю, что наша обязанность была всех сюда приехать. Скажите, как вы оцениваете уровень подготовки? Ну, понятно, что здесь еще совсем юные, да, ребята боролись. Но на ваш взгляд, вы кого-то вот приметили уже, какие-то интересные были ребята? И сам уровень организации, и непосредственно технического подготовленности юных дзюдоистов? Не, ну так, чтобы кого-то сейчас выделить, это, как вы сказали, сейчас пока невозможно. Они слишком молодые все. И все борются, все друг друга хотят, как бы, бросить. В таком возрасте обычно показывают хорошую технику, да, все бросковые, потому что они не боятся, как бы, упасть, все рискуют. И сейчас выделить кого-то практически невозможно, да. Ну, организация, это первый турнир, как бы, может, какие-то ошибочки здесь были, но в этом ничего страшного такого нет. Я думаю, что организаторы, они больше понимают, какие упущения, да, они допустим, я не вижу, что здесь каких-то больших упущений, да, может, чуть-чуть ковер, как бы, так близко, да, к зрителям стоит, единственное. А так, с организацией все хорошо, я думаю, что все участники тоже довольны, потому что очень много ребят сюда приехало, и было с кем побороться, я думаю, что каждому здесь интересно. Что бы вы пожелали юным дзюдоистам будущего? Самое главное, чтобы они ставили себе цели. Цели не такие маленькие, да, что выполнить мастера спорта и завязать. А такие, вот, как минимум, стать чемпионом мира, чемпионом Европы, да, и, конечно, это обязательно. Для каждого профессионального спортсмена цель должна быть стать олимпийским чемпионом. И я скажу, что ничего невозможного нету. Главное, чтобы они тренировались и верили в себя. Спасибо большое. Это лица организаторов турнира. Мы также желаем вам всего лучшего на вашем жизненном пути. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Кирилл. Рад видеть вас сегодня на первом гран-при под дзюдо на призы вашего друга, заслуженного мастера спорта Камала Хан Магомедова. Скажите, пожалуйста, вот ваш приезд сюда и приезд еще ваших друзей по сборной команде России под дзюдо Такая неожиданность для многих. Три олимпийских чемпионов, чемпионы мира, призеры чемпионатов мира, Европы. Как вообще такое может быть? Здравствуйте. Конечно, очень приятно, когда собираются давние друзья и такие титулованные спортсмены. Честно говоря, не ожидал, что на таком маленьком пространстве будет столько олимпийских чемпионов. Не на каждый турнир столько людей приезжают, но тут мы всегда поддерживаем своих братьев, с кем выросли, с кем занимались. И для меня было честью приехать сюда и поддержать нашего брата. Кирилл, вот вы следили за ребятами молодыми. Как вы оцениваете вообще уровень подготовки ребят? Как вы оцениваете их технический арсенал, их какую-то эмоциональность? Что вы можете по этому сказать? Ну, конечно, здорово, что столько народу приехало. Интересно было наблюдать за ихними эмоциями, за ихними переживаниями. Конечно, в таком возрасте тяжело оценить подготовку. Очень маленькие спортсмены как бы. Но зато у них искренние чувства, искренние эмоции. На них классно смотреть, заряжаешься от них. Они как бы искренне все делают. И радуются, и плачут, и переживают. Когда в более взрослом уже возрасте, там нету таких эмоций. Там не переживают. Если переживают, то это не видно. Здесь все налицо. Что бы вы могли пожелать будущим поколениям юных дзюдоистов? Работать, работать и еще раз работать. Можно быть талантливым, но упустить эту возможность. А можно всю жизнь работать, работать, работать и прийти к своей цели. В дзюдо все зависит не от таланта, а от работы. Если ты будешь больше тренироваться, отдаваться себя полностью этому виду спорта, то у тебя все будет, все получится. Спасибо большое. От лица организаторов турнира мы также желаем вам всего самого наилучшего на вашем жизненном пути. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дalia idük Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 Играет музыка. 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 Играет музыка.